Привет зрители, я просто тебе для начала покажу, что тебя ждет. Тут у меня эти голени, запеченные в карри, с розовой солью. Ну и вот, если что, еще раз привет зрители. Сейчас мы с тобой будем хомячить, я по крайней мере буду хомячить, ты не знаю, будешь ли или нет именно это же. Забыла вилочку видать. Голени куриные, а в карри. А потом будем пить га-ба-лишань рубиновая, впервые в жизни. И кошка у нас тут ошивается, сейчас я возьму какую-нибудь тарелочку под косточки, тебе тоже дадут. И даже не будут догонять, чтобы напоздать. Дурочка. Ее вообще видно там? Эту дурочку-то, вон она, дурочка. Сюда как-то положить этот телефон. Я специально чачку прозрачную взяла, чтобы было видно цвета и габы, а лишань. У меня тут приличненький такой буренчик. Напомню, тут просто эти куриные ножки. Теперь цикарит розовая соль. Розовой соли надо кидать дофига. Ну что, нифига она не соленая. Поэтому я возьму что поближе обычной соли. И надо, наверное, полотенечко, чтобы лапы вытирать поближе, положить. Потому что в итоге я, наверное, буду это рукой есть. И будете держать. Кошка, тебе шкурка. Потом я тут помою и подмету. Точнее, сначала подмету, потом помою. Какая-то джилка невнятная тоже тебе. Только я тебе предупреждала, оно еще горячее. Какой-то этот самый тоже тебе. Лежал я сейчас и смотрел по телефону в телефоне в интернете. Чугу в нашем городе осталось из кафешек с едой на вынос или на вывоз. Из того, где я пробовала еду. Из того, где только врагам советую пожрать. Или хамкам каким. Которые так и норовят очкастого покупателя обмануть на кассе. Или хамам таким, которые пренебрегают своей работой в угоду хамок. Которые так и норовят очкарика обмануть на кассе. Или просто неадекватных теток, которые думают, что если ты их младше визуально, да и физически возможно. Я думал, что я и младше. То надо тебе тыкать. И относиться к тебе так, будто ты там вообще вся какая подзаборная. А она прям там такая королевна. Вот с этим хамлам я бы это посоветовала там питаться. Ну и смотрела, есть ли доставка в том месте, где давно пытаемся найти доставку. Она как бы есть на словах, но никто не видел ее никогда вживую. На самом деле мне что-то давно уже не тянет на все эти ресторанные еды с доставкой на дом. Не на пиццу. Не на роллы. Как-то пару раз я покупала роллы, но один раз они были с майонезом. Такие будут там неделя. Другой раз они были более-менее свежие, но тоже такие с майонезом. Но я майонез не ем. Крайне редко на каких-нибудь семейных сабантурах обезосходности, потому что салат им заправлен. И не скажешь, что я не ем майонез. Будет невежда. Человеки готовили, старались. Полотенечко я потом тебя постираю. Я пришла к выводу, что удобнее полотенечком руки вытирать, чем бумажными салфеточками или бумажными полотенечками. Потому что дофига их вытираешь, вытираешь. Толку нет, легче постирать. Мы уже слопали две ножки. Раньше я очень любила эти ножки. Ну, голени. А в какой-то момент они стали какие-то дофига дорогие. А дешевые были эти, не голени которые. Но они мне не нравятся. Там мало мяса, которое можно съесть. Много того, что можно скормить животному, чем себе. Мы очень любим шкурки куриные. Я люблю кошку. Вспомнила, что в одном месте очень вкусная выпечка была летом. Как они называются, я не помню. Даже не знаю. Есть у них доставка. Тем более не знаю. В этот раз все косточки пойдут на вытягивание. А вот хрящики сойдет кошечка. Я заказала сегодня за 1608 ручек. По 200 рублей штука. Потому что у меня одна ручка, наверное, там видно на видео. Может и не видно. Ну, короче, в крайнем стриме, который дважды перезапускался. Один взрослый удачный, поэтому я его удалила с канала. Прямо на две с лишним минуты было. Было видно... Ну, ты и проглотка. Было видно, что это... Тут уже горяченькие пошли. Чечка штулась. На мясико. На... Прямо мясико. Было... Видно, короче, что там у меня ручки под мойкой одной нету. Ну, в смысле, она видно было, что она такая... Действительно. Сейчас ее вообще не буду. Она лежит на столе, потому что мне надо было образец, чтобы заказать там, где мы заказывали этот кухонный гарнитур. По образу и подобию. Один в один такие же. И вот их... Ну, как бы... Их сегодня же достали. Но... В то время, когда я уже была дома. Поэтому... Я оставила предоплату. Сто процентную. И это самое. Завтра поедут. Завтра к нам придутся до защитить. Делать техобслуживание плиты. Ой, блин, надо сейчас будет из плиты. После того, как я поеду. Все достать. Потому что я... Внутренной плитой не пользуюсь. В силу разных обстоятельств. У меня есть электрическая духовка. Ну, духовкой, короче. Газовой не пользуюсь. В этом плане. Только на ней готовлю. И проверить, не грязно ли плита. А то говна не оберешься. В прошлом году были какие-то особо одаренные мужики. Которые прикололись надо мной. Открыли мне газ. Газ. Ну, значит, залили ферри мне вон эту... В комфорке. Которые открываются. Вот эти фигунишки. Поворотные штуковины. Ставим так кнопку включения. Показали, как отключить газ если вот так вообще просто отключить. А на самом деле открыли мне этот газ. И открыли комфорки. Включенные. Блин тогда. И свалили. Ставичные мужики. Еще-то повыпендривались, что я, значит, такая слепая курица. Не во всех местах увидела грязь. Я думаю, это, наверное, какой-то пунктик есть. Такие мужики. Которые любят цепляться до женщин. Если не в очках. До женщин очкариков. Но мне сегодня какой-то особо одаренный охранник в Ашане. Подошел. Очень близко. Практически впритык. Чуть ли не в лицо. Свою морду лица сует мне. И заявил, что мне надо вторые стекла на мои очки. И ржет. Думаю, вроде взрослый мужик. Работаешь с людьми. Ну, такой, типа, рыцарь для своей красотки. Неадекватной. Которая любит рассчитывать на качестве людей. А потом хамить. А еще любит кидаться товаром, который пробивает. Мне сегодня раз за три бутылочку с молоком стеклянным. Об металлическую только со всей дури херачили. Не кидали, вы меня охерачили. Не сочтите за мат. По какой причине, не знаю еще. Даже если я лицом не вышла. Ты работаешь на кося. Ты знала, на что ты идешь. Такой покойка мне. Я уже тем временем съела пять ножек. Такой сказочный порубок. Я бы на месте бабы, за которую он типа заступался. Якобы по его меркам. Он еще в упор на меня у Касси перился. А мне что-то сейчас зрение шалит. Я как бы не догнала. Думаю, что на меня мужик пылиться. А он с ней переговаривался. Типа, наверное, на тему того, сейчас я к ней подойду. У меня еще карту. Эту Ашановскую скидочную забрали. Ну и как бы забыли отдать. Я что-то так... Все я забыла малыш в афиге. Что меня тут обсчитали еще и находили. Правда, человек, который отмену делал, поругал бабу, которая меня обсчитала. Видать, это у нее не первый раз. Не знаю, сколько, сколько долго живут на своей работе продавцы, которые так делают. Кошка все слупала, да? А ты что-то не доела. Придется твоей мисочке доносить это. Мне еще заявили, что я из-за тебя на обед пойду позже. Думаю, блин, зачем ты меня обворовывала? Грубо говоря, от Шварфсу считается, да? Обманывала. Обсчитала на кася. Так вот, подходит ко мне этот... В юнош... Хрен знает, сколько ему лет. Мужик. В самом рассвете силы не начать. И заявляет... Отдает... Ну, ему попросили мне карту передать, которую я забыла. Точнее, которую мне забыли отдать, скажем так. И начинает меня подкалывать, что я слепая в очках. И мне надо вторые стекла. Что у него есть волшебное стеклышко. Что у него есть лупа и что мне нужна лупа, чтобы я должна рассмотреть чек. В принципе, почему я не могу посмотреть на чек после того, как меня обсчитали. По-моему, это нормально, когда покупатель проверяет по чеку схожесть с реальностью. Учитывая, что в этом магазине меня не первый раз уже обсчитывают на кассе. Или пропечатают мне то, что я не покупала, по большей части. Кошка, не переживай, я эти шкурки потом тебе отдам. Просто, чтобы на пол сейчас не кидать. Тут было, кстати, изначально 9 ножек. Это 2 бульончика, потом можно сварить вкусненький супчик. С щитом или еще что-нибудь. Ну и стоит слева от меня по борту. Над душой ждет, когда я этот чек просмотрю. Я вежливая. Я ничего не сказала, сначала в афиге была. Потом, когда до меня дошло, что на меня наезжают, я еще больше в афиг спала. А если это делалось исключительно потому, что вы меня, особо одаренные мозгом люди, смотрите, то привет вам, феерические магриты. Если хватит мозга, загуглите, даю мне греческое слово «магрит». Что он обозначает. Оно не такое экспрессивное, какого вы заслуживаете. Так, мы уже сломали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ножек. И осталось две. Еще один кусочек один упал. С этой ножки. Учитывая, что еще у кошки приличненько такой кусочек остался. Там еще что-то плавает. Как бы можно оставить две ножки, а можно оставить одну ножку. Прижирная вилочка. Руки уже такие липкие. Я, наверное, не буду нажимать тут на паузу грязными лапами. Помою руки, а потом, может, этот кусок вырежу, а может, оставлю. Звук воды. Так вот, пришла к выводу, что в Угличе только примерно два места, где можно вкусную выпечку купить. Но одна находится в жопе мира. Докуда сегодня я даже не дошла. Хоть и была в том районе. Другая находится чуть дальше центра. Тоже далеко. Не ходила с этим, по крайней мере. Если завтра гостяки до двенадцати припрутся, то я после обеда съеду за своими ручками. И если нормальная погода будет, то пешочком пройду до того места. Если всё не так, то куплю себе шарму. И, как сходил мудр с чатиком, пожарякую её на кадре. Уведомление прискакало какое-то. Напоминаем. Да. Одну ножку я оставлю. Ух. Я умудрилась даже физиономию уляпать свою. Так, чай у нас. зефир который мне сегодня к обеду принесла подружка которая у меня сегодня обедала так габа решать ну и заварки сейчас набухаю хочу шампунь короче я как бы сегодня пришла к выводу что мне надо шампунь какой-то потому что видать волосы устали от шампуней на моей основе но они какие-то ну сами видите тут на улице побывала полежала с десол и короче говоря как-то они без объема будто их и не было нафиг и я купил маленький флакончик лечебного шампуньки ну еще там три горшка подсох немного надо было в пакет убрать потому что у меня там три алоэ ну как минимум два алоэ надо присадить не вымахали из маленьких крышочков земли для специально для этих самых алоев стиральный порошок и еще этот персоль аналог того что можно купить в разы дороже в гринвее что там 25 рублей 200 грамм 3 пакетика мне это персоль другого состава есть на зон покупала радов 3 дороже но это я и положила забыла куда она хорошо эту шлиф раковина прочищает помимо прочего ну и костюльку нужно почистить таким же образом как порошочком мистик не помню какого цвета показалось что-то зажужжало телефон что ли этот самый с этим сонами на кстати сейчас она питается камера от сети ну что там заряда была на 50 минут с хвостиком движется на старую зонику мы все что там попыталась удалить файл и она у меня уже вечный перезагруз так за 300 рублей с копейками с хвостиком за три старая флешка сантунтовская салика может не так удалила может не тот файл ну раньше как бы удаляла и все нормально может флешка такая я плюнула и поставила старую флешку а на ней оказалось еще место есть аж три часа я планировала сегодня смонтировать ролик который месяца полтора назад я записала в формате шорс на эту камеру только вот так вот ну соответственно до 90 градусов и наклонив четырех вариациях потому что там где-то мне не понравилось как я слово сказала ну четыре раза перезаписывала чисто для монтажа чтобы потом склеить что-то красивое там обзурчаю а потом вдруг лежу и думаю у меня же тут эти ножки куриные может кому-то охота повтыкать как я ножки куриные хомячу так вот голени мне нравится а то бедро на бедре особо мяса нет мне кажется мне неудобно его есть там сверху съела внизу там какая-то хрень серая непонятная фигня и костей больше а потому оно и дешевле я еще подумала когда курицу птушку покупаешь на где-то там сто тридцать семь тире сто пятьдесят рублей за килограмм за самую маленькую берешь а выходит обычно около двухсот рублей там половина кости и кожа и другая половина мяса и половину половина мяса у меня съедает кошка по сути платишь половину денег за кости я подумала чтобы не купить этих просто вот новых как-то я купила в мясном ряду четыре штучки две съела две осталось а последний раз она купила три штучки позавчера что ли у меня все три ушли рюки магнит пришла и она вдруг внезапно 200 рублей без копейки за килограмм в мясном ряду 225 рублей за килограмм ну я это типа магазин паскики купила там девять штучек чуть меньше килограмма буквально копеек на двадцать я дозитираю человека который создал мне полосатый шарфик вообще я хотела шарфик который в один цвет перетекает в другой мне сказали что так не делается потом я сказала что можно вывезать что-то мне сказали я подозреваю что там просто еще такой рисунок не освоили а может ниток не было у меня есть нитки нет не надо у меня свои нитки я куплю те новые нитки и в итоге мы сошлись на том что мне делают полосатый шарфик и совсем-совсем в итоге сошлись на том ну я просто соглашалась уже ладно ладно делай как хочешь как хочешь на желтое дерево а мне было слава что-то осенний шарфик но вот под эту самую мне как раз на облаконе шарфик такой вместо платочка под куртку зимнюю одевать чтоб такой тоненький но теплый как раз вот такой шарфика не хватало в инстаграм фото фэда не в инстаграм в телеграмме фотошки есть в инстаграм вроде еще не скидала он же как бы считаются луном от отчетила он мне немного напоминает формозу а лонг тот который похож на сена по вкусу сейчас вас не одной заварки нахреначить видно живу да он практически как бывает такой черный чай который не особо такой по консистенции ну и написано что он типа в отличие от многих чаев прислабляет что-то написано вообще габа оказывает не бодрящий эффект а наоборот успокаивает расслаблять нервную систему у меня слегка один рука дрожал другой рука дрожал мой легкий требор он сейчас так расслабишь что я вообще такая вся буду расслабленная она вышел меня совсем не расслабила то и без него полусонная хожу я вчера около 9 чем-то вырубилась где-то пол второго проснулась сегодня ночи лежала лежала поняла что хочу пить воды какую-нибудь жидкость ну чая там компота еще чуть пить короче хочу у меня с подруга на обед придет и придет чуть раньше я хочу рассвоять на второе длина первая потому что у меня там сина один раз были только в итоге я грибной суп сваяла запеканку сваяла мы запеканку половину слопали грибную картофельно грибную липко суп грибной ела я надоела щи еще что-то сделала обойдется на юду на мне в десять вставать я что-то лежала лежала в общем чем-то отрубилась чуть раньше будильника она меня разбудила сообщение там типа это точнее я увидела это сообщение спустя 7 минут типа ты проснулась я говорю сегодня ты бы приехала это не это просто зверь бы позвонила я бы проснулась подумают ну короче говоря свои восемь часов я не выспалась спала я где-то через 6 часов ну и вот такая слегка полусонная я еще лежу так это думаю вырубает думаю хрен знает вдруг я вырублю совсем так это и мне уже сил не будет ни на тайп ни на чё а лежала лежала мне очередная невоспитанная хамка вынаражила своим визитом кратковременным я в итоге поняла что надо встать и пожжать точнее как я написала хотите ли в телегу вот такой-то вот стрим когда в смысле этот мулбанк когда я хаваю на камеру и по большей части ни о чем не дели я думала что я просто буду есть молча но видимо меня эта тема приперло после этой визита к хамке неодекватной совершенно насчет стрима в пятницу вроде как так как я все равно сейчас это буду монтировать а потом уже топить почему я это буду монтировать они потом смысле это буду монтировать и не что-то другое а потому что меня поддерживают три зрителя двух разных местах относительно мунбалтов вот если вы хотите и ждете какого-то обзора в который 100 лет не выходил я обещаю и забываю то можете подписаться на бусти если это асмр или на хавчики если вы тоже пройтись от хавчиков или на что-то другое если вы за пределами россии у вас есть возможность подписаться на спонсорскую подписку ютуба или можете кинуть меня биткоином или вконтакте на выкапай или на юмоне или на карту сбера а если знаете мобильник билайнерский то можете на карту зон ибо я туда как бы собираю монетку на камеру держая снопок эту это на 1000 разерс я вот сейчас отсяду и вот здесь вот будет такое облачко и тут всякая такая вот фигнятинь с информацией куда вы можете в меня кинуть монеткой там еще будет другого облачка асмр все еще ждешь асмр бла 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 вот здесь а в самом конце будет титра спасибо амине за спонсорскую подписку если тоже хотите быть в этом списке спасибо можете подписаться как амина опять же а можете что не задонатить потому что в облачке с киньте в меня монеткой обычно пишется еще спасибо такому это задават если на этот момент был задават вы помогаете приблизить мою покупку новой видеокамеры чуть ближе чем могла бы я ее себе позволить правда сегодня мне пришлось самую себя взять долг потому что эти чертовые русские 1600 стоят а мне на данный момент столько денег уже нет но сама с 12 декабря со своей инвалидской пенсии социальной я в этот вклад вложу обратно ну там как у меня был шабашка на две с половиной тысячи я ее вложила в эти донат с донатным деньгом на камеру потом подумала и как бы это тут получается что сломалась ручка на двух еще трещина я поняла что лучше сразу комплект заказать чтобы не рыпаться потому что в интернете именно такой размер я нигде не нашла и хорошо поперлась туда где делала эту кухню меня там еще даже вспомнили и по скидке оформили я так поняла что сами по себе они по 80 стоят но если покупать через фирму ну видимо там пока доедет пока то пока все обрастет деньгами там за бензин и все остальное а ну что если кадр уже я за вклип а без ручки то как то скучно грустно у меня та была сначала на скотче держалась а потом я достала этот гусь потому что он все время выпадал и она уже держалась вот так вот а потом я думаю хрен знает потом этот ваш новый год будет фиг знает вдруг там ждать месяц придется я и тут то думала месяц ждать придется ну они как оперативно сделали так что я теперь сама себе должна хе 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 но с другой стороны учитывая что я вложила с собачки две с половиной шестнадцать с чем то у меня там сейчас ну с учетом что я сама себе должна хе 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 а камера то за двадцать пять можно купить на озон то ее быстренько покупают ну в общем она двадцать семь стоит на днс вот так и стоит не меняется цена а полноценный комплект комбо он ну где то от тридцати семь девяти до сорока двух тысяч ну а дальше уже я считаю что там оценка что ну как это ну там видимо кто уже вашу город где то за сорок две тысячи на озон можно было купить комбо этот ну там микрофончик вай фай ну еще какой то штативчик специально под эту камеру там какие то еще приблуды с одной стороны мне в принципе из всего этого только максимум микрофончик с удлинялкой надо да ну и все остальное можно закупить но с другой стороны если все это комбо идет то это дешевле выходит чем по отдельности сюда купать есть еще некоторые приблуды они не входят в комбо но они как бы это это уже опционально если захочется можно на алике найти официального представителя бренда а еще есть это она в черном виде а есть еще sunset версия комбо она белая она светлая такая она по моему сразу комбо идет ну беспросто она среднеархметическая где-то тысяч тридцать пять причем на официальном сайте с платной доставкой она стоит раза в два дороже чем среднеархметическая та же камера на zoom с бесплатной доставкой не знаю чем прикол причем официальный представитель этого бренда также есть на zoom сейчас тут так расслаблюсь нахрен блин вот утро в китайском квартале интересно выдержит еще одну заварку это первая заварка то была ох так вот насчет этих всяких пицц мне что-то так не охота эти супер фастфуды есть вообще что-то не лезет мне правда иногда бывает охота какую-нибудь булочку или хлебушек опять что-то самой что-то не охота я покупаю какой-нибудь белый хлеб ну чтобы он был к супу там к обеду подружка на обед приходит хреб по-любому надо потому что она хлеб ест с обедом я могу штук пять хлебушек тоненьких булочек слопать с чем без никто но это бывает тогда когда сидишь такая полуоборочная и по-любому надо хлеб лопать я тут в микроволновке делала хлеб в неной меня что-то колбасило хотя и температуры то не было но обычно я была даже не человеческая 35 с чем-то там даже даже не 35-34 что-то меня так колбасило я думаю может все-таки надо мне эту хлебопечку а потом внезапно что-то тыркнулось приколы ради делал если хлеб в микроволновке внезапно делают я нашла рецепт это было где-то около пяти утра шести утра думаю а что тут 15 минут забудянила этот хлеб а я как раз тут проснулась а потом бронищу и где-то в семь уснул ну как у меня бывает в девять уснул в час проснулся в девять вечера в час ночи ничего такой хлебушек правда я потом про него забыла и он отдал богам душ я его распилила на сухари снесла рецепт никому которые в кролике и курицы у меня там есть орехи макадамия но я сейчас ем по 6 штучек в день хотя их можно до 15 по-моему до 16 даже я ем по 6 штучек в день и я свои 6 штучек уже слопала сегодня поэтому чай сейчас пью без никто хотя у меня тут еще одна зефиринка осталась обалдеть блин она такая сладкая в смысле липкая что у меня тут еще есть нет у меня тут есть красно-смородиновое желе трехлетней давности местами засахаренное я вчера достала вчера сваяла запеканку творожную частично на козьем твороге и это самое ну у меня скислось у меня свернулось пока его кипятило мокрое сухое молоко обезжиренное но там оказалось только творожка я добавила туда прямо из морозилки достав из пакета козья творог чутка проварила он там разварился потом на друшлачок на ситечко от йогуртницы диагерического йогурта или творога фигак он такой мягкий стал и сладенький потому что сухое молоко было очень сладким почему-то оказывается на вкус я туда яйцо рисовую муку и мангу фигак размешала всю вилку оно постояло минут сорок я запекла у меня такая запеканка вышла как пирожок думаю надо какое-то варенье залезла в шкаф смотрю там какая-то баночка думаю о какая-то варенье полузасахаренное думаю наверное это черно-смородиновое желе но видимо черно-смородиновое желе у меня уже все-таки достаточно сожралось тогда что-то в тот год в девятнадцатом было много этого красной смородины у нас в саду я делала красно-смородиновое желе ну с родной там еще соседи так же у них по всему саду видимо красная смородина нафига была значит это красно-смородиновое желе надеюсь это все-таки с девятнадцатого года не с восемнадцатого достаю я так положила по вкусу ну что хоть такое красная смородина такая вкусная ну там вообще тупо желе смородину варила вместе с веточками потом как бы процедила и чего тут опять вылазит процедила его значит вроде как веточки отдельно были я уж не помню но как-то так вот что ягоды там измельчила веточки отдельно варила потом это соединила веточки откинула ягоды измельчила протирала через сито всю эту массу потом с сахаром смешала сварила разлила по банкам застыло желе более подробный рецепт может у меня на купе есть не знаю я вот просто сейчас как вспомнила это вообще вот тупо вода ягоды и сахар без всяких там агаров желатинов пектинов прочей хрени и полила его ну как полила положила на запеканку у меня из людей в округе по ходу дела козью молочку никто кроме меня не ест по большей части ну из моих из моего женского окружения подружка не ест я показала она как ты делаешь эту запеканку вот так что-то хотелось чтобы она прижарилась сверху я ее так подпекла что-то жару поддала и она такая как пирожок стала ну фотку тоже в телеге можете глянуть если интересно телега открытая там не обязательно на блог подписываться ссылка на телегу есть в инфобоксе там же где ссылка на заданной клетке поддержи канал чем можешь и адрес до востребования в самом низу короче говоря и там по моему в самом низу должны быть еще хэштеги я такого попробовала он такой вкусный и с запеканкой вкусно я приперлась когда из магазина запеканку захомячила этот и просто с чаем даже попить вкусно ну что-то у меня сейчас оно тоже не лезет не знаю насчет расслабляет не расслабляет лапы дрожат не дрожат вроде дрожат но утром в китайском квартале начинает происходить но она так медленно действует говорит организм иди спи надо вообще в интернете почитать про эту габу я про нее видела вообще в мельком где-то в каких-то этих блогах в контакте как в жжешечках и так далее в сети где всякие людишечки которые веруют в то что пуэрчик вдает в мозги и после пуэрчика ловят глюки как от пережора мхоморов или еще какой-нибудь хренатени это определенный сорта мхомора надо пережрать не от каждого мхомора глюки вы будете ловить я по крайней мере их не ловила когда один от жизни попробовала мхоморы короче говоря вот от них вот увидела что габа лишай габа лишай надо пить габа лишай бла 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 никогда не покупала я так поняла она бывает светлая и темная у меня видимо темный вариант и да это это арома ти те самые которыми я на вайбере заказывала писала как то где вот у них на сайте было типа сотрудничаем с блогерами а мне ответили все круто ну там аналитику скинула все такое все по фэншую типа только я сейчас в отпуске отвечу вам в понедельник понедельник до сих пор идет так это слили меня очень интересным отказом думаю лучше бы у меня про их говорили аромати кофе по-моему они из Ижевска а потом я узнала что совершенно случайно что семблигутси это как раз вот их типа как бы линейка чая ну скажем так неплохой чай у них белый чай покупала желтый чай покупала на озон там бонусом пару раз вкладывали мне какой то чай в довесок ни тот ни другой еще вроде не пробовала а один был вьетнамский другой китайская сэнча на самом деле китайская сэнча это не сэнча это я забыла как то люйсю или что то в этом роде ну короче какой то этот обычный такой ну как бы колодец дракона только очень нижнего сорта или помесь обычного чая который никто не пьет кроме России кстати кстати ручка я так думала наивная люди что это металл потому что у меня металлическая ручка на тумбочке которую мы с подругой ну я покупала сама но мы с подругой тогда утаскивали ее этот везли нам почему то такси тогда отказала нас везти типа что вам это сами доплетим ну в угличе вообще этот федерический такой сервис и короче говоря в комнате она у меня стоит на ней обычно баррикада стоит когда я записываю уходы парфюмы и так далее и на металлические ручки я была уверена что тут тоже металлические ручки а это оказывается пластик покрашенный под металл фейспалм рука нога лицо даже я подружке говорю блин я была уверена что в металл она говорит ага металл а это долбаный пластик и вот за это за каждую штучку 200 рупий вообще ну зато у меня будут ручечки эту заменю а потом остальные уже по мере обламывания потому что назовут там есть трещины ну когда они еще треснут тогда я заменю ой зритель наверно все если я еще выпью чашечку чая то у меня уже сил не будет это монтировать я хочу хотя бы страничку затайпить потому что у меня вся неделя какая то через одно место вчера вообще день вылетел в трубу завтра хожу в субботу на юбилей в воскресенье скорее всего валенки понесу которые в субботу буду забирать сезон потому что ну там заказывала родственникам завтра опять же поеду за этими самыми за заказиком я единственное поняла меня в пот диков вдарила не сколько на лице сколько у меня ноги от колена эти голени голени у меня вдарила в пот с этого отчаяния иначе надо сейчас будет температуру смирить может она человеческой стала ну в смысле 36 и 6 36 и 1 36 и 2 и так далее 36 ровно с моей это 34-35 всем спасибо за просмотр надеюсь вы пожрали всем пока